МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под знаком качества председатель Бобруйского госполкома поздравил коллектив фондока с предстоящим профессиональным праздником. Что самое ценное есть в нашем предприятии, это все-таки люди. Кто удостоен звания заслуженного работника? Обокрали предприятие. В Кричеве двое подельников присвоили порядка трех тонн металлолома. О какой сумме идет речь? Корзина везения. В дискаунтерах грошек можно снова выиграть крутые призы счастливых кошек. Попробовать поймать удачу за хвост проще некуда. Что на кону? А также двусторонние отношения и экологичный транспорт. В субботу в Бобруйске пройдет велопробег, посвященный Дню народного единства. Откуда старт? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана. Сегодня Беларусь и Иран оказались в одной лодке, отметил белорусский лидер. Обе страны выдерживают внешнее давление и развивают сотрудничество. Во время диалога президент поблагодарил Али Акбара Ахмадиана за ту колоссальную поддержку, которую Иран оказал при вступлении в ШОС. В двусторонних взаимоотношениях открыты все горизонты. И экономика, и торгово-экономические отношения, и безопасность, и военно-техническое сотрудничество запрещенных тем, как я понимаю, между нами нет. Главное, господин секретарь, я хочу, чтобы вы понимали, Беларусь всегда была надежным партнером Ирана, и мы готовы достойно пройти свой путь. Александр Лукашенко также выразил надежду на визит в Синеоку и президента Ирана для достижения конкретных договоренностей и уверил, что к встрече Беларусь подготовится основательно. Заработать срок. Кричевские правоохранители изъяли почти три тонны металлолома на крупную сумму. 36-летний работник пункта приема вторсырья вместе с 32-летним приятелем под видом лома сдавали элементы очистительных сооружений и коммуникаций. Мужчины выкапывали в лесном массиве на территории одного из районных предприятий трубы, резали их и грузили на личную технику. После вывозили в город для реализации. Во время перевозки очередной партии их остановили сотрудники ГАИ. За неделю подельники присвоили 2800 килограмм черного металла. Причиненный ущерб – около 1500 рублей. Лом изъят в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Председатель Бобруйского госполкома поздравил коллектив Фондока с Днем работников леса, который уже в это воскресенье отметит вся страна. Флагман белорусской деревообрабатывающей промышленности – это 1002 сотрудника. О том, как ценят каждого – Роман Костюков. В канун профессионального праздника в адрес работников Фондока звучат слова благодарности от руководства города. Лучших счествуют почетными грамотами. За высокие производственные показатели, творческое, добросовестное отношение к труду, личный вклад в развитие и укрепление экономики и становление предприятия. Активное участие в общественной жизни большого коллектива. Бобруйчане и город Бобруйск, как всегда, были на высоте. Это знак качества. И ваша продукция, которую вы производите на сегодняшний день, номенклатура этой продукции, она пользуется везде. И ваша компетенция, которую вы завоевали на сегодняшний день – это знак качества. Бесчетное количество наград, ароматные цветы, насыщенная творческая программа. Для сплоченного коллектива – праздник с шиком и лоском. Счастливые улыбки не сходят с лиц сотрудников. Что самое ценное есть на нашем предприятии – это все-таки люди. Врожденный, наверное, патриотизм к предприятию. У нас люди работают семьями, работают уже в четвертом, пятом поколении. Есть даже династии, которые, наверное, со дня основания они продолжаются. Это всегда моя опора, я могу на них положиться. Поэтому хочется только одного – пожелать им всем здоровья и долгих лет работы на нашем предприятии. Владимир Калинкин полвека предан родному фондоку. Теперь его выделяет почетный титул заслуженного. Неожиданно и приятно это. Я рад, что мою работу заметили. Предприятию желаю идти вперед, развиваться, не обращать внимания ни на какие санкции, ни на что. Только вперед. Фондок равно знак качества. Флагман белорусской деревообрабатывающей промышленности с почти вековой историей уверенно держит марку, несмотря на все вызовы времени. Сегодня предприятие регулярно поставляет свою продукцию в более чем 30 стран мира. От табуретки до детской площадки. Ассортимент отрасли разнообразный. Кухонная и корпусная мебель с фасадами из массива дуба, сосны, ольхи, облицованные натуральным шпоном и не только. Роман Костюков, Елизавета Лепеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Крути педали. Горожан приглашают принять участие в эко-движении. Уже в субботу в Бобруйске пройдет традиционный велопробег, приуроченный ко Дню народного единства и Дню без автомобиля. Старт на улице Еловики от братской могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной. Начало в 10.00. Приглашаю всех желающих, всех любителей велосипедного спорта, просто велопрогулок, приобщиться к этому замечательному мероприятию и провести субботний день с пользой для своего здоровья. Проследует велоколонна от Вечного огня по Минской и Карбышево. Традиционные маршруты ко Движению – это еще и возможность насладиться городскими пейзажами. Финишная прямая возле мемориального комплекса жертвам фашизма. Весь сентябрь в сети дискаунтеров «Грошек» будет проходить рекламная игра «Счастливый кошек». В призовом фонде и круглые суммы, и крутая техника. Как споймать удачу за хвост, расскажет Елизавета Липеева. Сеть «Грошек» объединяет 113 дискаунтеров по всей стране. Бренд «Любимый народом» ежедневно радует и бобруйчан. В городе открыто 6 магазинов этой сети. В каждом ажиотаж счастливых покупателей привлекает и качественные товары, и приятные цены, и высококлассное обслуживание. Здесь просторно. Товары свежие всегда. Выбор всегда богатый? Да, выбор очень большой. Всего хватает. Магазин нравится. Ездим сюда постоянно. Радуют цены, радует организация торгового пространства, радует, что здесь места много. Ассортимент хороший. Молочная продукция правильно хранится, мне нравится. Мясная. Все, что необходимо. Приезжаешь в одном магазине, все покупаешь. Мне больше всего нравится покупать морепродукты и всякие сладости. Выбор здесь большой? Да. Я люблю еще всякие покупать игрушки, там тетрадки, альбомы, всякие ручки. Тут очень прикольный выбор. Прослуживание очень хорошее, девочки очень вежливые. Если там большая очередь, мы идем на кассу, вот знаете, само обслуживание по карточке. Помогут всегда, всегда безотказно. За что любить игрушек? Здесь можно купить товары буквально все, по довольно низкой цене и по хорошему качеству. Прийти за покупками, а выйти с корзины призов. Рекламная игра «Счастливый кошек» – шанс сорвать цены куш от грошика. На кону 30, 40 и 70 тысяч рублей. Плюс 5 телевизоров «Филипс», 10 роботов-пылесосов «Ксиоми» и 1000 подарочных сертификатов на 20 рублей. Попробовать поймать удачу за хвост проще некуда. Важно обращать внимание на специальные игровые товары. Они отмечены вот такими надценниками. В перечне и сладости, и напитки, и бытовая химия, и корм для животных. Каждый найдет что-то нужное. Покупать товары нужно по 30 сентября на сумму не менее 3 рублей. В чеке будет уникальный код. По 5 октября его необходимо зарегистрировать в личном кабинете на сайте «Игра грошек.бай». Там же размещен и полный список продуктов, которые кому-то принесут удачу. Знаем, что есть конкурс, покупали товары, участвовали. Надеемся, что выиграем. Конечно, интересно, знаете, кто часто приходит сюда, можно и что-то и выиграть. Это хорошо, хорошо придумали. Эти предложения очень хорошие, очень интересные. Буду участвовать, буду покупать товары, но буду надеяться, что удача все-таки улыбнется. За каждые 3 рубля игровых товаров в чеке – один игровой код. Собирать их можно бесчетное количество. Это только увеличит шансы на победу. Имена счастливчиков станут известны 9 октября. Кто делает жизнь лучше, в чем кроется смысл и значение года качества. И как сделано в Беларуси стало мировым брендом. Все ответы сразу после выпуска новостей в программе «Зумеры онлайн». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok